Переходим к обсуждению первого вопроса поездки дня. Слово предоставляется Сухареву Сергею Ивановичу, члену партии «Единая Россия», депутату Назаровского городского совета депутатов 5-го созыва. Добрый день, уважаемые коллеги. Первый раз увидел Сергею Александровича в очках, мне там не повезло. Для того, чтобы не одевать очки свои, я буду взрослее. Скажу, поделюсь с вами своими впечатлениями от большинства кузовной компании. Вы знаете, я присоединился Сухареву Сергею Ивановичу о том, что компания проходила в Днепрассе. Самыми большими вопросами, которые жители города задавали перед нами, ставили перед нами, перед кандидатами, были вопросы занятости, были вопросы жизнеобеспечения города, в частности освещения, дороги. Те вопросы, которые требовали серьезных капитальных вложений, внятного, понятного и нормального отношения к обращениям жителей города. Ведь иногда вопросы, которые оставились, мы их решали в течение дня, обращаясь к руководителям города Назарова, в ходе предыборной компании. А значит, эти вопросы могли быть решены и ранее. Таких вопросов, таких примеров очень много. В ходе предыборной компании проведено большое количество встреч. По большому счету, я шел по списку, я почти на каждом участке прорывал вместе с кандидатами и пообщался с жителями города. Картина сложилась полная. Работы предстоит много. Более 300 наказов мы получили в ходе избирательной компании. Сейчас они анализируются, общаются. И это послужит дополнением той программы, о которой говорил Сергей Александрович. Вот, в плане практической реализации. Вы нам, вернее, жители города, нам выдали большой аванс, который нам еще вместе с вами присыпят работу. Одни депутаты реализовать все не смогут, к несчастью. Поэтому нужна будет ваша помощь и поддержка. Вот на вашу помощь и поддержку я и рассчитываю. Очень приятно было осознавать в день голосования, что эта помощь и поддержка есть. Есть ли она на уровне исполкома, когда люди приезжали, приходили, обзванивали. То есть, всеми своими силами пытались сработать на общий результат. Но, общаясь в первичках с членами партии, разговаривая с жителями города, к сожалению, мы поняли другой дефицит. Мало членов партии занимают активную жизненную позицию. И над этим нам предстоит поработать в будущем политическом сезоне. А каким он будет, вы уже прекрасно себе представляете. Весной – это выборы президента, осенью – выборы губернатора. Поэтому, уважаемые коллеги, мы получили хороший аванс. Но нам его с вами в будущем году предстоит еще отработать. Спасибо вам за помощь и поддержку. Спасибо, Сергей Иванович. Слово для выступления. У нас коллеги записали заранее 4 человека. У кого будет инициатива, мы ее обязательно поддержим. У нас есть что сказать. Поэтому подумайте. Слово для выступления предоставляется коллеге Епифановой. Пожалуйста. Добрый вечер всем, с кем тоже пообщался длинно, с теми, кому не сказала здравствуйте еще раз. Ну, прежде всего, конечно, хотелось бы присоединиться к словам ранее выступавшим и поздравить всех нас с достойными результатами выбранной кампании. Все-таки победа на девяти акулках из десяти – это хороший и весомый результат. За исключением округа номер два, по которому баллотировалась я, ну, все, что было в моих силах, все, что нужно было сделать, я сделала от себя лично. Плюс с участием, конечно, командной поддержки. Это и моборизационные группы, это и агитаторы, и политтехнологи, и все, кто помогал мне делать мои первые политические шаги. Ну, как говорится, может быть, первый блин к гумам, тем не менее, первый шаг сделал. И я считаю, что для меня это тоже хороший жизненный опыт, который дал шанс в дальнейшем тоже попытаться сделать что-то хорошее и полезное для города. Я хочу сказать, что наши оппоненты, с которыми мы периодически даже встречались на встречах и с экранов телевизоров, со страниц газет, очень часто обвиняли нас в использовании так называемого административного ресурса. Я очень много об этом думала, я считаю, что здесь нужно говорить не об административном ресурсе, а человеческом. Человеческий ресурс – это прежде всего мы с вами, те, кто состоит в партии «Единая Россия», и те, кто каждый от себя вложил частичку своего участия в общее дело и получил тот результат, который на сегодняшний день мы имеем. И еще одно понятие «человеческий ресурс» хотелось бы применить к тем людям, которые пришли и проголосовали за нас. Я более чем уверена, что те руководители предприятий, которые предложили нам провести встречи с коллективами, со своими в организациях, никто не ставил вот такой ультиматум, что либо мы вам зарплату не заплатим, либо вы там будете вольны, если не проголосуете за «Единую Россию». На моих двух предприятиях, это «Разрез Назаровский» и «Назаровское горномонтажное наладочное управление», мы тоже проводили встречи с людьми, но пытались именно аргументировать вполне объективно. Мы понимаем, что и решить людей конституционного права избирать тех, кого они хотят, мы не можем. Но, так скажем, пытались с людьми поговорить о том, что нужно как-то объективно оценивать все вещи, взвешивать за и против, и выбирать тех людей, которые действительно могли бы что-то сделать, и не только какие-то популистские лозунги использовали. Ну, что говорить, вот наши оппоненты людям во дворах очень часто говорили. Мы понизим цену бензина до 30 рублей. Мы обеспечиваем всем бесплатное образование, школьникам и студентам. Даже были лозунги в плоти всем малоимущим, у кого доход ниже 10 тысяч рублей, нужно обрастить долги по коммунальным платежам, то есть тех, кто имеет за должность. Ну, более-менее здравые, дебатные люди понимают, что это не более чем, опять же, какие-то фарсы, или какое слово можно использовать, чтобы просто добиться внимания людей к себе. Конечно, люди хотят это слышать, и они хотят этого. Но нужно понимать и отвечать, отвечать действительно то, что, так скажем, жизненно, и то, что называется и произносится в период выборов. И в этом отношении, может быть, не всегда те, кто приходил на встречи в Единой России, и во дворах были довольны встречать с нами. Потому что мы не всегда говорим то, что хотели услышать жители вот такого банального, да, потому что мы понимаем, что есть вот определенный уровень полномочий у депутатов и у власти, и они немножко несоразмерны с теми желаниями, хотел бы им простить, да, за слово, которые хотят люди. Поэтому, ну, тем не менее, все, что могли, мы выслушали, наказ записывали. И еще бы мне хотелось сказать, вот, несмотря на то, что мы все с вами очень хорошо и плодотворно поработали, у нас есть большой минус в нашей работе, который так или иначе, может быть, оттеняет нашу работу. Я его называю информационный провал. И наши оппоненты, опять же, очень серьезно этими вещами пользуются. Я говорю о чем? Когда мы встречались с жителями и говорили, вот, вы знаете, Единая Россия действительно работает, они говорят, да мы не видим, что вы работаете. Приведите примеры. В общении с людьми сделать это было проще, там, сгибали пальцы, там, кидали источки, доставали, приводили примеры. Но люди узнали это только от нас из личного общения. А что мешало нам с вами, вот, открыто и информационно говорить об этом, и не говорю сейчас о навязчивых постоянных материалах, но периодическое освещение средств от массовой информации, гейтингасти партии, это должно, тем более, что есть проекты, которые реализуются на территории города. Есть личные и частные инициативы, благодаря которым, собственно, и партия тоже заявляет о себе. И в этом отношении, конечно, нам с вами нужно будет проделать серьезную работу, продумать какой-то план, медиаплан или как хотите, назвать это можно разными вещами. Тем более, что впереди действительно, как сказали Сергей Александрович, Сергей Иванович, две серьезных избирательных кампании. И подготовить почву к этим кампаниям мы должны. Но и впредь, на будущее, все мы знаем, кто владеет информацией, кто владеет миром, поэтому в этом отношении нужно будет, конечно, о себе. Почему мы не можем себе рассказывать, если мы это делаем? Поэтому, ну, это такая небольшая ремарка. Всем спасибо, всем поздравляю с результатом выборами. От помощи и от участия в общественной активной жизни города я не отказываюсь. И готова, ну, если вот в силу своих возможностей помогать. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, Лили. Ну, вот, послушали Лили, что действительно очень хорошее предложение. Надо предъявить настоящий выбор на кампании, чем говорит Сергей Иванович. Важно подготовить некий такой нормальный, оптимальный медиаплан. Ну, и учитывая, как бы, что Лили у нас профессионально занимается именно критиками деятельности, учитывая опыт ее главной, но творческой, активной работы, у меня есть предложение в этой конференции. То, что вручить ее вообще, то, что мы ее включим, я даже не могу услышать. А вот поручить сейчас подготовить некий проект медиаплана, который мы обязательно подготовим на основании политического совета, пригласить группу своих товарищей. Мы под медиапланом, то ли нет, или не возражаете, нет. Но вот вам партийное поручение в нашей конференции принимается. Поэтому вот сейчас в следующем выступающем, когда будет говорить, предложение вносить, тоже понимаете, что с вами будем поручения давать. Поэтому подумайте. Ну, это шутка. Так, значит, у нас еще задание записано, если пожалуйста, с вами доставляется. Николай Юфиленко, пожалуйста. Депутат городского совета по опыту номер 10, поселок Торресово-Старедина. Депутат городского совета по опыту номер 10, поселок Торресово-Старедина. Потому что то серьезное мероприятие, которое мы провели, оно действительно очень приятное и достойное. И, скажем так, когда выборы прошли, ну такое облегчение, хорошее, хорошее поселок, оно наступило. Но в то же время сыгралась такая мысль, что действительно были некие поручения, которые нам, депутатам, которые были сегодня уже избраны, надо будет обязательно исполнять. Ну вот в процессе выборной кампании я провел где-то порядка 70 встреч на разных предприятиях. И предприятия, которые находятся на нашем округе и которые в долине нашего округа 10, но тем не менее сейчас с коллективом, и Креса, и ИИКа, и ЗНК. И, конечно, мне очень было приятно говорить о том, что все же мы являемся партией власти, и потенциал исполнить наказы все же у нас больше. И вот как раз наказы, то, что вы уже налили, конечно, безусловно, убедить это надо не на словах, а действительно на деле. То есть то, что мы сегодня начинаем делать, или что-то мы исполняем, что-то делаем, безусловно, надо очень красиво и правильным вопросом еще про них подавать. Но на что я хотел бы еще обратить внимание. Конечно, людей в наших первичках, я не знаю, как, скажем, в других партийных, в мячейках, ну, в мячейках, где округа номер 10, конечно, людей, к сожалению, не так много. Но, встречаясь с людьми в 10-м избирательном уровне, я обратил внимание, что, ну, не побоюсь собрать, но процентов 90 из тех, с кем я встречался, все абсолютно положительно относится партия. Абсолютно. Абсолютно, конечно, большой авторитет в этом вопросе является, конечно, наш президент. Губернатор, конечно, нам действительно, его визиты нам дали большую энергию, большой запал, то, что, в принципе, власть, скажем так, готова помочь в решении тех проблем, которые у нас в городе есть. И, естественно, как бы вот эти наказы, которые были даны нам, если они будут исполнены, конечно, все остальные программы и, значит, выборные мероприятия, конечно, будет нам проще в какой-то мере решать, потому что у нас будет как бы больше сказать о чем я. Я бы хотел обратить внимание на то, что рассказал чуть раньше по поводу маленького количества людей в наших ячейках. Но в связи с тем, что вот я видел, что людей, которые положительно относится к нашей партии, я думаю, это, ну, фактически сторонники. А вот почему мы не привлекаем, конечно, вот тут большой вопрос. Я хотел бы, конечно, для себя с нашими председателями ячейок поговорить, выработать некую такую методику, как повлекать дополнительно. Конечно, хотелось бы, чтобы партии у нас было больше, и сторонников было бы больше, чтобы сторонники были идейные, вот, а не, скажем так, просто подопротиться. Ну, безусловно, вот те проблемы, которые есть, наверное, во всех руках, во всех, это, конечно, то, что Сергей Иванович сказал, это освещение, дороги и все остальное. Я бы хотел бы попросить, но отчасти помочь в решении таких вопросов, как, допустим, вот, есть определенная задумка по 10 округу конкретно. У нас есть в поселке-строительнике, где я Тарбир, вы, наверное, все знаете, но, по крайней мере, многие знают. Мне бы хотелось бы все же, чтобы вот это помещение, которое сделано было практически, ну, наверное, 60 лет назад, добротное помещение, чтобы оно сегодня начало служить для меня. Понимаете? Я бы хотел, чтобы все же, вот, вероятно, вот тоже, как бы, обратили внимание, может быть, это как бы партийная линия, может быть, как-то помочь нам, вот, реализация данного проекта сделать. Задумка такая, что вот у нас есть поселок-бор, да, и поселок-строительный. Поселок-бор у нас, он больше как-то к культуре тянется, да, у нас там хороший, шикарный дворец культуры, с хорошим, там, вы были там, с хорошим ремонтом, с хорошей, там, аппаратурой, вот. А поселок-строительный, вот он немножко у нас как бы отделен, но, тем не менее, там есть шикарный стадион, который мы вложили 28 миллионов рублей. Вот этот стадион поддерживается, его состояние поддерживается, сдавал на сегодня, и вот там сделать спортивное, спортивно-культурное ядро, которое будет, как раз это помещение, о котором я говорю, можно было бы хорошо использовать. И вот, если бы мы реализовали данный проект, я думаю, что это бы тоже был некий показатель того, что все же партия, ну, скажем так, знает чаяния людей, знает их проблемы, вот, и, в общем-то, исполнение такого проекта, я думаю, это было бы очень здорово. Конечно, хотел бы выразить огромное благодарность всему активу, всем однопартийцам, потому что я больше уверен, что все партийцы, однопартийцы, которые у нас есть в нашей партийной организации, безусловно, принимали участие в выборе, участие в выборах. Сегодня я хотел бы поздравить и делегатов сегодняшней конференции, поблагодарить за то, что все же то предприятие, которое у нас прошло, выборы, 80-го сентября, результаты этих выборов, конечно, шикарные, поэтому от всей души я хотел бы поблагодарить, поздравить, ну, и, в общем-то, порадоваться за вас и за себя. Спасибо. Спасибо, Николай, как насчет предложения поскромнее, но, тем не менее, слово предоставляем ранее записавшуюся Оксане Шеремеце, Т.В, в периодическом отделении. Пожалуйста. Позвольте мне сегодня рассказать о подготовительной деятельности и реализации плана партийной мобилизации. Выполнение планомерной работы координировал избирательный штаб партии «Единая Россия», а контролировал выполнение мобилизационной группы секретарь городского совета партии Сергей Александрович Сетов. Были намечены и проведены партийные собрания во всех первичных отделениях с участием кандидатов к депутатам городского совета депутатов 5-го СССР, где кандидаты рассказывали о себе и о планах, как они хотят ускорить свою работу, как депутаты с исполнительной властью, но, конечно, жителям города одновременно. Одновременно принимались наказы, где сразу же, порой, происходили дискуссии, и некоторые вопросы на ходу под любой и на следующий день удалось решить. На собраниях одним из сложнейших вопросов ставился вопрос по партийной мобилизации, то есть план 1Н. Сколько сможешь убедить и привести людей к ей на день голосования? Прийти и отдать свой голос. И все начали работать в одном ключе на результате единой команды. Избирательный штаб начал организовать работу по встрече кандидатов-одномандатников и кандидатов по списку от партии с жителями города. Всего проведено около 2100 встреч. Это встречи, планированные по графику. А были те встречи, которые не запланированы, так сказать, кандидаты сами проходили и проводили частные беседы. Это дворовые обходы, по квартирные обходы. Очень была благотворная, планомерная работа. Поступило около 320 наказов. Все наказы формируются в единую базу для дальнейших работ кандидатов по их выполнению. Они проверялись, проверялись на предмет их качества подготовки. Проводились индивидуальные беседы с секретарями и сторонниками о качестве партийной мобилизации. Группа контроля длительный день голосования отслеживала поэтапно, каждый час, как реализовывалась партийная мобилизация. В день голосования по уточненным партийным спискам должно было проголосовать 1800 человек, согласно плана 1D, а проголосовало 1648, что составило 91,6%. Конечно, в работе были ошибки, недочеты, но ошибается только тот, кто ничего не делает. Считаю, что политическому совету нужно проанализировать работу партийного актива. Необходимо провести системный анализ избирательной кампании 2017 и разработать предложения по укреплению организационно-партийного ресурса и повышению деятельности первичек. Я, как член политического совета и простой избиратель, уверена, что вновь избранный состав, знаю это не понаслышке, очень много встреч с кандидатами в депутаты провела. Поэтому, ну, немножко, думаю, на это имели право сказать. Вот партия «Единая Россия» весь свой жизненный опыт, знания, свою порядочность, не побоюсь этого слова сказать, свой профессионализм направит на желание приносить пользу людям, живущим в нашем родном городе. А я хочу пожелать всем депутатам здоровья, стойкости, терпения, доброты к людям. И пусть вам сопутствует удача. Спасибо большое. Продолжение следует...